Это вот Владимир Александрович Пащенко, мотоблок, взрывается, Угрятку уже сделал, там дальше под скалопаном арбузы будут. Вот такая работа. Деревня, она кормит себя. Вот, на той стороне работа, с Иваном Арбузом, с Иваном Кафавловым, с камня на один. Он женился на Андрея Учинова. Дочери и лесовицы. Ну вот, дочери, корею его дожди. И человек, прикатались, землю эту заброшенную, он там уже с колбом был. Вон он там, где убегать его. Он не лезет, где-то, по-моему. Трактор нанимали, сперченый, каждый год. А теперь не нанимали. Вот, с этой стороны тоже хорошие люди живут, работяги. И Евгения, Людмила. Соседи добрые. Хорошо, когда соседи хорошие. Не подсиживают друг друга. Володя вчера траву все это вырывал, вот, бросил ее. И освободил место для мотоблока. И вот этот мотоблок. Такой год. И сегодня у нас 13-й, как я понял. Десятый мне был день рождения. 85-й год пошел. 85-й год. Даже не верится в все это я. Ну, а сегодня вторник. После пепров наступил. Помаленько, батюшка, ловит, вот, в озере рядом, моргушкой, гальян. Гальян. Это разрушается. В среду, пятницу не разрушается. Вот. Володя здесь большой. Это, фух. Смотрите, какой. Холм. Это опилки. И теперь везде он насыпает, а они, как удобрение, вот так. Вот теперь новый сосед. Милостью Божией. Какие-то поля могучие. Огромные. А вот это столбы стоят. Это там баня была. Баню проводили, и на огород качают. Насос. Вот как. А тут счетчик стоит. Все как положено. О-о-о. Не тем будет помянут, кто тут до этого жил. Да не жил. Мог бы жить. Ну, сатана мозги попутал с этим патриотизмом украинским. Начал, хороший человек, начал просто бесноваться. И президент у нас не тот. Земля не та. Паспорт сжег. Говорил, пропишется, не прописывается. Сам с Украины. Кто он такой? Ну, он, Роман, малыш. Он все умел делать. Мы с ним вместе работали. Ну, такой хороший человек. Только причастился через неделю, или две батюшки, который причастился, отца кем, и говорит, а ты не священник. Ах, кто же я теперь? Ну, вот это что, патриотизм сатанинский. Да играли с этим патриотизмом. Все время, слава Украине. Я говорю, какая слава-то? Ну, кто-нибудь, это границы, или люди там есть. Вот, продажные все, и женщины, и мужчины. Зараза, и свои заработы, и гроши сюда ехали. Священники перестали у нас крестить. Всех отравили. Духовно. Песком уже начинают оправдывать, крестить. Это все оттуда. Западная Украина особенно. Католичи или сами-то. И сюда все это принесли гадость. Священники не хотят крестить. Филипп и Евнух сошли в воду. Старые бряцы кресят полное погружение. Протестанты все. А здесь нет. И вот они здесь захватили сколько. Филареты эти. А вот теперь, кто делал Господь, делает небрежье, проклят. Пророк Иеремия 48.10. Это проклятие на Украине. И дальше. И молиться нельзя, мир, чтоб там было. А почему? Потому что дальше второе слово говорится. И проклят то меч Господень удержит от крови. Проклят. Поэтому только говори, да будет воля твоя. Это редкий случай. Дело Господнее. Ну какое-то там не знаешь, какое дело Господнее. А уж крещение-то. Ясно Господнее, что это не крестьянское. Недоминую печь освящать. Да вот они сейчас дают, Америка, столько всего. Им только одно открыть ворота и все объявить. Делайте тут так, что мы больше делать не будем. Медведя дразнили все время. НАТО подтащили границы, как президент Владимир Владимирович Путин говорит. У нас выбора нет никакого, он говорит. Нет. Пять минуты ракеты над Москвой. Зачем это им нужно? А Крым отберем. Крым никогда он и не был украинским. Это по дурости Хрущев отхватил там им. Так, я не политик, я христианин. Поэтому хочу, чтобы было мирно. Мы Украину никогда не считали, что это другое государство. Это один народ. Вот они там в плену были, везде не вера, а вира. Многие годы, гиды там, как-то вот так вот и все это. Ну, я говорю, ну 500 лет назад покажите, кто писал на вашем Украине. Кто писал украинский язык. Жириновский Владимир Вольф еще подробно разъяснил. То Литва над ними, то Польша. Где они только не были перед кем. Ничего тут, конечно, нет. Но это не язык, который отдельно дан. Ну, язык, допустим, английский, китайский. Ну, насколько, какая разница. А здесь нет. Те же самые слова, но выворощенное все. У нас знакомые были оттуда. И вот с этим патриотизмом сейчас как сдурели. Писать только поэтому. Ну, у нас всегда говорили хохлы. Хохол на голове. А они-то нас дразнили как кацап. Я не знал, что такое кацап. А посмотрел в Википедии это. Кацапка это как? А цап это козел. То есть борода у тебя, это и козел. А они бритые все. Борода у Христа была. У Адама. Все козлы это. Вот и все доигрались. А что, хохол на голове? Ну, пишут султану письмо. Посмотрите, какая картина. Тут можно четко сказать. Я попутно все это говорю. Так у вас еще лучше. Я про это и не говорил. Что лучше? Что оно лучше-то без Бога? В Российской Федерации только за время перестройки 120 миллионов абортов. Государство кровью захлебывается в женской войне. Что непонятно? Почему не сделать? Я загадку загадываю всем. Я говорю, есть глава администрации, который запретил делать и подвел под уголовную статью. А кто это такой? Рамзан Ахматович Кадыров. Вот настоящий правитель. У него сидят женщины все в платках, платья в пол. А не то, что как здесь себя раздевает и думает, она будет жить. Другая идет совсем голая. Он еще за ней побежал. Разбратная одежда. Если женщины носят мужскую одежду, второзаконие, 22 глава, 5 стих. Это мерзость. В город выйдешь, среди океана мерзость. И маленькие девочки уже все в штанах. Забыли, что такое юбка. И перешли шаги границы с Чечной. И ты увидишь, что разница, не просто разница, а другое государство как будто. Мы молимся за всех. И за Зеленского, за Байдена, и за Рамзан Ахматовича Кадырова. Чтобы Бог сохранил их от покушения. Не отпустил их жизни без покаяния. Все устроил. Дал духовное сердце. Дали людям достойно жить и трудиться. Чтобы было еще уделять нуждающимся. Мудрые законы издавали, исполняли. Вот о чем мы молимся-то. Я никак не могу приветствовать зло, там, кровь. Но оно есть. И мы должны теперь смотреть. Причина-то выделена. Дело и дело Господне небрежно. Небрежно. Вот напротив Надежды Васильевны, моей жены, сестра родная, живет. Прекрасная, хорошая Нина Васильевна. Надежда у меня Васильевна. А вот провода как раз и идут. Я хотел показать вот отсюда. Вот они. Вот они шланги. Вот они счетчики. Не счетчики, это выключатели. Вот здесь, вот это называется, саманный домик. Был милиционер, подполковник, кажется. И он очень пакостный был. Везде жаловался. Все и... Все кончилось ничем. В сороковой день, как отключили его, все, закрыто дело. Ему друг Октябрьского района, там, Широков или Ширяев. И не сказали на сороковой день, ему, господь, черную занозу в мозге и умер сразу. А у меня близкие отношения были с прокурором, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. Сейчас сказал, вот такое дело, как все сразу отменяется, неправильно. А этот был, говорит, а я давал занятия в высшем авиационном училище. А его расформировали, там, юридически теперь, институт МВД. Ну, одно дело это сделали, но они его расформировали. Значит, одежду все стали давать. Я у них вел занятия, мне дали много. Все это мы постирали в городе, шинели. А он говорит, вот я создал тут особый отряд такой свой, спецназ вроде какой-то, своя форма. Мы погону-то убрали. И пуговицы, которые со звездами стерли, они ровные, алюминиевые. Или дюралевые, не знаю. Ну, вранье одно, вранье, безбожник. Я вел занятия во всех отделах милиции. В Барнауле пять отделов и городское, краевое ОВД. Я говорю, у вас такой-то работал, дружинник Геннадий Петрович-то? Да. Да сквалыжник такой, говорит, был. О! Он оставил след после себя. И тут тоже приехал. Я дознял два бульдозера, старый, небольшой, маленький пруд, чтобы его... Он пришел, давай, там, в лесу, прям в лесу. А там стратегический кабель, может быть, стратегический кабель. В лесу, в Потеряевке. Ну, а что они? Я, хотя не стал, форму надел. И остановились, и все, работа ушла. Я заплатил. Ну, и все. А потом прибежал к моей маме, упал и говорит, Ой, Мария Егоровна, что я наделал? Какой черт меня туда понес? Техника вся ушла, теперь житья мне тут не будет. Вот так. Да и зачем же ты лес туда? Не твоего ума дело. Все время пьяный здесь был. Болтался. Ну, и живи, как тебе надо. Мне тут пришел, работу отнял. И газета, кажется, свободный курс напечатала стадию. Что делает пенсионер тут против нас? Там все за нас были. Вот так.